Встречайте, Дринк Лидер! С этим уникальным, ультра-современным аксессуаром вы забудете о неудобствах. Зачем постоянно доливать напитки, когда можно просто совместить бокал и бутылку? Дринк Лидер станет настоящим украшением любого торжества. Скрасит романтический ужин с любимой дамой. Придаст шарм вашему стилю. Звоните прямо сейчас и станьте счастливым обладателем Дринк Лидера. Это гениально. А главное, как все просто, а? Ну вообще, почему, почему мы до этого не додумались? Стакан на бутылке. Ты серьезно, Володь? Да даже хрен с ним, с этим Дринк Лидером. Сама передача. Магазин на диване. Никаких больше очередей. У тебя весь товар как на ладони. Позвонил, заказал, привезли. Все. А я пощупать люблю. Да это мы знаем. И не только в магазине. Очередное разводилово. Бабки отдал, а взамен болт на блюде. Все время такое, все друг друга кидают. Прям народная традиция какая-то. Олег Иванович, да вы не поняли. Вы бабки курьеру платите, а он вам товар отдает. Все по чесноку. Что, не верите? День добрый. Хочу заказать Дринк Линдер. Богемское стекло. Самое настоящее. Смотрите, как удобно. Раз. Вот так. И пей, сколько влезет. Сынок, я не понимаю. Такой красивый бокал в бутылку вставлять, это ж неудобно. Да как неудобно? Наоборот, очень удобно. И место на столе экономит, и время. Подливать-то не нужно. А ты за эту фигню сколько отдал? Шесть тысяч. Я такие вчера на рынке по пятихатке видел. Мог бы сразу двенадцать штук купить. На рынке твоем левак впаривают. А эта фирма, немецкое качество, чучело. Между прочим, хит номер один в этих, в Европах-то. Модный аксессуар, изысканность и вкус. Бать, если тебе нравится, могу тебе такой же Дринк Линдер заказать. Ну, я не знаю, сынок, как насчет удобства. А мне нравится. В шкафу будет красиво смотреться. Ну, да. Как приз победителю конкурса сделай сам. Среди умственной отсталых. Да ничего ты, бать, не понимаешь. Дайте сюда. У тебя в Бурновской маршрут один. В плане глины налево, ресторан Берлин. У тебя в Бурновской сигарет во рту. За стаканкой Львадоса продаёшь красоту. У тебя в Бурновской сигарет во рту. За стаканкой Львадоса продаёшь красоту. У тебя в Бурновской маршрут один. В плане глины налево, ресторан Берлин. И не можешь ты к звёздам даже в мыслях летать. У тебя в Бурновской маршрут один. Новый свитер. Вам нужен Стар Триммер 2000. Позвоните сейчас, и вы получите эксклюзивный подарок в виде дополнительной насадки для стрижки ковра. А, смотрите, была и нет. Гудкова, ты ж любишь тебя щупать. Пойди сюда. Пощупай свитер ни одной катышки. Им даже ковёр брить можно. Придумают же люди, да? Ну, вообще, высокие технологии, япономати. А зачем ковры брить? Бред. Это не бред. Это мы, считай, в каменном веке живём, пока весь мир будущее изобретает. Мы ковры выбиваем, а все их давно бреют. И со скидкой, и всё домой привозят. Я вообще перестал другие каналы смотреть. Там столько всего для дома, для спорта, да для чего хочешь. И всё импортное. Ничего нашего этого совкового. Для рыбалки есть что-нибудь? Автоматические катушки на батарейках. Наборы блёсен, спиннинги, чё хочешь, Олег Иванович. Мне даже каталог свой прислали. Вот, смотрите. Вон, смотрите. Вот. Ну-ка, дай-ка, дай-ка, дай-ка. Это, пойду, полистаю. Угу. Ультра-современный бюстгальтер с системой Пуша. Эти замечательные чашечки со специальным наполнителем придадут вашей груди объём и красоту. Лёгкий, элегантный. Всего за каких-то сто пятьдесят тысяч вы станете обладательницей шикарного объёмного бюста. Ой, хочу. Ты себя-то видела. Куда уж больше-то. Ну, знаешь. Всё просто. Устанавливаете электроды на нужную группу мышц и вперёд. Идеальная талия без спорта на грузах и диет. Электростимулятор Боди-Мекс-400 сделает всю работу за вас. Звоните прямо сейчас. Первым трём вызванившимся скидка 20%. Олег Иванович? А? О, Меджик Релакс 3000. Он самый. Как я без него жил, не понимаю. Пожалуй, тоже себе такую штуку закажу. Со следующей зарплатой, а то эту всю под ноль спустил. О, такая же тема, Володь. Посидели вчера с женой перед телевизором, деньги как слезало. У тебя этот сюрпрайз-клинер есть? Завтра привезут. А что? Мы два заказали. Ну, хрен знает, как так получилось. Ну, там же товары по кругу рекламируют. Вот, подзабыли, что один уже заказали. Ну, да. Ой, в итоге денег нема. А до зарплаты ещё дожить надо. Не нужна нам зарплата, Олег Иванович. У нас с вами будет свой магазин на диване. Чего-чего? Я вчера лежал и думал, это ж сколько бабла на нас америкосы всякие подымают. Миллиарды баксов. И тут меня осенило, а почему же мы с вами так не можем? Там же всё просто нужна. Маленькая студия, товар и несколько телефонов. Свой телемагазин, Олег Иванович, это верняк. Будем с вами партнёрами. Вы и я деньги рекой потекут. Продолжай. Мой недоделанный брательник рассказал мне одну штуку. Ты говорил, у тебя есть выход на кабельное? Диманом его, помнишь, из Б-класса? Нет. Его пахан кабельным владеет, уже трёх круга подключили. То, что нужно. Давай, звони. Позвоню, если получу кое-что. Кое-что? Хочу фиксированный процент от прибыли. Думаю, процентов двадцать будет разумно. В смысле двадцать? У тебя хлебал-то не треснет, двадцать. Прибыли ещё никакой нет, одни убытки. Будет у тебя зарплата нормальная, как у всех. Ладно, десять. Максимум два. Пять. Володь, ну всего каких-то пять процентов. Не жмись. Вот ты... Как комар, а? Всегда найдёшь, где присосаться. Ладно, хрен с тобой. Давай, звони. Только ролики рекламные бесплатно снимаешь. Не вопрос. Парни, а что, сложная эта тема телевидение открыть? Вы прямо через башню? Башню. Типа Останкина? Да не, это же кабельное. Просто провода кинули по домам. С людей бабки собрали за подключение. Сами им кино крутим. Титры на ЭВМ пишем. А-а-а. А-а-а... А это законная шляпа вообще? Вы мент, вам виднее. Да вроде ничего такого. Вот помещение, здесь можно оборудовать студию. Олег Иванович, а что с товаром? Вы нашли поставщиков? Всё будет, не волнуйся. Собери пока оперов и патрульных. Объявляй полную боевую готовность. Давай. Вчера было совершено дерзкое ограбление таможенных складов. Государству нанесен колоссальный ущерб. И это, это в такое сложное для России время. Это натуральный плевок в лицо всей милиции. Но мы этого терпеть не станем. Или станем. Да! Что да, Володь? Да, что я с вами полностью согласен. Что станем или что не станем? Да! Малахульной. Я не понял. Что за наезд? Вы ничего не попутали? Вы вообще в курсе, чьи это владения? Ну, давай. Удиви меня. Да, брат, вам голову открутят, когда узнают. Ну, так звони, пусть узнают. А мы пока внутри подождём. Осмотримся. Олег Иванович, всё-таки надо было по-тихому засаду организовывать. Взяли бы их нежданчиком. А так они уже в курсе, что мы здесь. Сейчас склад запрут и спалят нас к хренам собачьим. Братва не братва, да мне по барабану. Ты думаешь, я их боюсь? А что тогда мы тут прячемся? Тихо ты. Приехали, кажись. Ну, была не была. Давай. Что за бесстредел, полковник? Наше помещение, всё легально. Выживиться здесь нечем. Вы, ребятки, откуда такие борзые нарисовались? Мы? Одинцовские. Держи косарь зелени и сваливай. На большее не рассчитывай. А мы Боровихинские. Косарь зелени может засунуть своей подружке в очко. А захочешь покуражиться, ну что ж, ну тебе хуже. При оказании сопротивления, в перестрелке с милицией, были убиты Булик и Лёлик, члены Одинцовской ОПГ. Олег Иванович, яйца у вас просто чугунные. Как колокола. Парни-то серьёзные. Могли ведь и шмалять начать. Пануть это. Шелупонь басяцкая. А что нас теперь это, наградят? За что? Ну как, за то, что мы всё это вернули? А мы ничего не вернём дитя. Это ассортимент для телемагазина. А что там? Мать моя. Это ж, это самое. Ой, ты смотри, правда. И как нам это продавать? Ну, придумай что-нибудь. Ты ж у нас этот, мозг. Вашему вниманию представляем новинку. Электромассажёр Виброплешер 600. Устали на работе? Чувствуете дискомфорт? Не беда. Наш ультрасовременный аксессуар снимет напряжение в районной шее и плечи. И разгладит ваши морщины. И избавит от лишнего веса. Тройная польза всего за 300 тысяч. Он очень прост в использовании. Работает от двух батареек. И дарит незабываемые впечатления от массажа. Виброплешер 600 признан хитом продаж в Европе и США. Успейте заказать наш чудо-массажёр. Ведь у нас их осталось всего несколько штук. Первым дозвонившимся подарок. Скидка 30%. Снято. Ну как? Отстой. Маша ещё куда не шла, но ты это вообще провал полнейший. У тебя даже рабочей стороны лица нет. Как не повернись, Фредди Крюгер. А ещё этот голосок, сука, противный. Тебя как будто яйца ширинкой прищемило. Ну короче, нам нужен новый ведущий. Помоложе, покрасивее, типа меня. Звезда эфира здесь я. Понял? Угу. И что это за виброплежер 600? Для шеи и спины. Как будто народ не догадается. А что тебе не нравится? По-моему, офигительные названия. Я вообще-то полночи всё это придумывал. И у нас там не только ковырялки, чтобы ты понимал. У нас целый склад разного говна с непонятным назначением. И всё это надо как можно быстрее народу впарить. О, мам, как продажи? Идут. Не успеваем отгружать. Ну и кто тут у нас, Фредди Крюгер? Давай камеру запускай, недомерок. Дальше сомать будем. Так, что там на очереди? Маш, что дальше? Стрезвин фуарта. Эффективное средство для выведения из запоя. Так. Так, Маш, выйди из кадра, ты нам не подходишь. Нам нужны реальные алкаши. О, кстати, я видел парочку в обезьяннике. Момент. Да что в тебя? Выведи это отсюда. Живот. Привет. А что это у вас тут происходит? Да, рабочий момент. Трезвин форте рекламируем. В инструкции написано, подмешивать водку. Вроде как должно вызвать отторжение. А про обратный эффект ни слова. Вон, глянь. За пять дублей просто в волоскуты убрался. Так, а что с доставкой? Вопрос решили? Все на мази. Договорился с таксопарком. Это, сын, слушай, я по поводу рекламы нашего предприятия. Думаю, нужно расклеить по всему городу листовки с логотипом и номером телефона. Ну, привлечь, так сказать, дополнительную аудиторию, чтобы повысить продажи. Ну, затраты-то мизерные, зато выхлопы. Отличная идея, бать. Займись. Ага, сделаем. У меня знакомый в типографии. Напечатает все. В лучшем виде. Супер. Что с трезвинным делать будем? Алкаши закончились, придется тебе самому играть. Стурел, что ли? Я же лицо магазина. Вон Гудкову возьми, она и так спридорю. Ей даже бухать не надо. Так это загримируем слегка и понеслась. Так. Я что-то не поняла. Что за собрание? Чего мы не снимаем-то? Семейный бизнес. Вот о чем я всегда мечтал. Так. Согревающий жилет сделан по новейшей японской технологии. Супер-хит-бласт. Покупай супер-хит-бласт, он Жаришкина поддаст. Во. Ты как там? Слушай, очень жарко. Мне кажется, еле паленым запахло. Спину прям нестерпимо печет. Денис, как это выключить? Вов. Ты хорош снимать, помоги. У меня молнию заело. Денис, горю, вырубай! Твою мать! Это ж мой любимый костюм. Они, походу, все бракованные. Вся партия. Олег Иванович, это провал. Мы не сможем это продать. В смысле не сможем? Ты что, родной, из дуба рухнул? У нас их 15 коробок. Ну, попалась парочка неудачных. С кем не бывает. Нормальное жилет. Ты что-то разнылся. Он еще и тохом бьется. А ты уверен, что так не должно быть? Ты инструкцию читал? Какая инструкция, Олег Иванович? Он вам ей дырку прожег. На хрена их вообще к розетке подключать? Ну, сыграй на камеру, что тебе жарко. Это же какие проблемы? Как маленькие. Ей-богу, всему учить надо. Держи. Не, ну, правда, Володь. Так, это вы вчера наш район обклеивали? Ну, да. Это мы с Денисской всю ночь клеили. Кстати, ничего такие листовочки. Красочные, внимания не привлекают. А ты прочти, что эти неучи тут написали. Магаз ТВ. Лучший телемагазин. Работаем круглосуточно. Звоните, покупайте. Выговно. Стоп. Выговно. Вать, какого черта? Это что, на всех листовках так? Видимо. Вов, ты меня извини. Я сам не знаю, как я это проморгал. Это вот оленя с типографией с буквами напутал. А я ему завтра устрою. А ты, дядя, он куда смотрел? Читать разучился, а? Нет. Я сразу опечатку заметил. Я никому ничего не сказал? Не поверишь. Еле сдержался. Очень уж хотелось на твою рожу перекошенную посмотреть. Как сейчас. Тихо. Где мой твой? Тихо. Все, сил в моих больше нет. Мальчики, не ссорьтесь. Денис, надо снять этот позор. Сегодня же. А до завтра. Никак не подождет? Ну, пусть хотя бы и пару денечков повисит. Сколько баблища. Даже в глазах рябит. И это только за первую неделю. А представьте, что дальше будет. Если так дальше попрет, я не то, что домик у моря смогу купить. Я само море к хренам выкуплю. А я вам говорил, Олег Иванович, что телемагазин это золотая жила. Клондайк. Самый настоящий. Как я раньше-то до этого не допер, а? А сколько до этого попыток было, помните? Чем мы с вами только не промышляли. И, наконец-то, моя идея сработала. Наконец-то, хоть что-то выгорело. Аж самому не вертся. Да и, Володька, голова. Я давно это знал. А чего ж дураком тогда называли? Это, чтобы не расслаблялся. Ну-с, по такому поводу грех не выпить. А может, не будем пока? Ну, чтоб не сгласить. Ну, по паре капель-то можно за успех. Правильно говорю? Чисто символически. Ну, тут и петь-то нечего. Разговоров больше. Чисто символически. Какая тварь врубила тревогу. Это не я. Да уж надеюсь. Ох, поди, глянь, что там. Здрасте. Гори! Ты горил! Скорее бежим на улицу, Володя! Пожар? Где пожар? Студия полыхает. Да вы охренели, что ли? Кто посмел? Там же все наше бабло. Вся наша техника. Это ж надо спасать. Поздно, Володь. Самим пора спасать. А ну, в сторону! Отстань! Володя! Как и знала, что сглазим. Зря мы раньше времени отмечать стали. Да это не сглаз, дура. Это братва из Одинцова. Отморозки. Только они могли так поступить. И это только начало. Имейте в виду, дальше будет хуже. Ну, меня-то они точно на ремни порежут. Это лишь вопрос времени. В общем, не знаю, как вы. А я сваливаю. Спрячься там, где меня никто не найдет. А это где? В самой жопе нашей необъятной родины. Ну, а тебе, Гудкова, не скажу. Чур-чур, я с вами. А мне балласт не нужен. Счастливо оставаться. Смертнички. Ну вот. Что вот? Это Макарьев наш. Он же поджигатель. Я погреться хотел. Холодно в дежурке. В рекламе видел. Ты же сам там говорил, Володь. Покупай суперхит-бласт. Он жаришке нападаст. Покупай суперхитт. Субтитры подогнал «Симон»!